Поговорим о четырех возможных результатах, которые могут быть при изучении четверти и двух восьмых. Вот две страницы у нас на эту тему уходят. Итак, первый вариант, если у ученика сразу все получается, и можно переходить к 4-16. Здесь вопросов нет, проблем нет. Второе. У ребенка получается, и он понимает, в принципе, ну, ему немножко непривычно, может быть, он путает слоги, где-то что-то, ему надо чуть-чуть потренироваться. Один-два урока, и тоже можно переходить дальше. Третий вариант. Ребенок тоже, он все понимает, но у него нет внутренней ритмической стабильности, и вы это сразу услышите. У него ритм шатается, он может как-то то пробежать, то остановиться. Это сразу заметно. И это отличается от второго варианта. То есть во втором варианте у него все есть, он просто чуть-чуть не привык. А здесь у него именно ритмическая чувственная проблема. Поэтому здесь нужно тренироваться до тех пор, пока не появится точное ритмическое чувство. И особенно полезно здесь будет поиграть с фонограммами. Это даст очень хороший, очень крепкий результат. Сколько нужно будет для стабилизации? С каждым учеником по-разному. Может быть, месяц понадобится, может быть, две недели, может быть, три. Смотрите до результата. И четвертый вариант очень редкий, когда у ребенка вообще не получается. То есть он вообще не понимает, как соединить четверть, две восьмы. Он совершенно не чувствует ритм. Это очень редкие случаи. Но здесь мы добивались результата даже с одним учеником. Полгода мы тренировались до тех пор, пока у него не получилось. Но мы добились, и затем шестнадцатые пошли уже легче, а дальше уже ритмических проблем не было. То есть он нашел свое ритмическое чувство. Но нужно добиться и найти его, подождать.